Самарский агропром по итогам года стал лидером в Поволжье и по многим направлениям. Итоги подводили на торжественном собрании, посвященном Дню работника сельского хозяйства. В первую очередь большой успех в производстве молока, картофеля и урожая зерновых. Лучшие представители отрасли получили награды от губернатора. Репортаж Сергея Павлова. В этот день не принято обсуждать проблемы и острые вопросы. Больше говорят об успехах. Выполнена одна из самых важных задач, которую поставил перед областным АПК губернатор. Собрано более полутора миллионов тонн зерна. И это, несмотря на очередную засуху и проливные дожди во время уборки, помогли технологии. Самое главное, это Божья помощь всегда была вовремя дожди. Я думаю, что задача для хозяйства, чтобы в следующий год не остановиться таким результатом, еще выше достичь. Высоких результатов достигли и самарские картофелеводы. 28 тонн второго хлеба с гектара. Эта средняя урожайность стала лучшим результатом в Поволжье и третьим в России. И по молоку. В Самарской области сейчас самые высокие темпы роста производства в Поволжье. Идет увеличение поголовья скота. Хотя в общем по стране показатели этой отрасли падают. В ближайшие три года в области построят 10 крупных молочных комплексов. В районах уже начались строительные работы и монтаж оборудования. Предполагается за то же время создать 100 высокотехнологичных молочных ферм с небольшим, но продуктивным поголовьем. И большие, и малые проекты без господдержки не оставят. Это касается и птицеводства. В регионе началось создание так называемого птичьего треугольника. Комплекс будет состоять из возрожденных Подбельской и Кротовской птицефабрик. И нового объекта в Сергиевском районе. Главные технологии и кадры. От их подготовки, по словам Николая Меркушкина, будет зависеть благополучие и конкурентоспособность области. Для того, чтобы она в том числе и висторность была, и рентабельность была, конечно, нужны освоить самые современные технологии. И в этом смысле нам предстоит, еще раз хочу сказать, большая работа. Но я считаю, мы на правильном пути. У нас много очень таких хозяйственников. Лучшим хозяйственникам по традиции губернатор вручил награды. Более 10 человек получили почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Самарской области». Еще двое удостоились самых высоких наград. Знака трудовой славы и звание «Заслуженного работника сельскохозяйственной отрасли России». Сергей Павлов, Вячеслав Потовский. Новости губернии.